ребятки хелло как говорится приветствуем вас на юге россии в прекрасном это не смешно она идет к нам в волгограде куча бродячих собак они прям повсюду просто лежат кучами вот фотка пожалуйста центр города короче говоря давайте аккуратненько да снег идет заряд значит заляпывается объектив приветствую вас прекрасном волгограде перед тем как начнем обзор нашего прекрасного и недорогого автодома хочется вспомнить мудрые слова алексей орленко чья компания ormo сделала классный автодом на базе и века еврокарго давайте послушаем ну вот я считаю что неплохой формат если вот пикап с модулем уже как бы так намного более сбалансированный по крайней мере для для россии вот вам пожалуйста дом на колесах кемпер миллион четыреста а если вы готовы взять просто коробку и сделать что-то внутри сами своими руками 500 тысяч рублей красота собака бежит к нам нафиг надо обзор поехали я пошел значит ребятки так перед нами дом на колесах состоящий из двух частей первое это автомобиль volkswagen moroc интересно об этом еще поговорим а второе это жилой модуль это самое интересное этот автомобиль ну вернее автодом приехал сюда волгоград своим ходом из подмосковного города коломна почему из коломна это самое любопытное модуль жилой модуль сделан в компании автокемпер пром все верно лада гранта автодом удобнейший дом на колесах на базе нивы все эти проекты имеют отношение компании автокемпер пром которая находится в подмосковном городе коломна там у них основное производство что за компания читаем первое в россии предприятие который производит дома на колесах в сегменте комфорт и премиум прикольно на рынке не с 2009 года полный цикл производства 90 сотрудников 8000 квадратных метров площадей круто еще одна интересная цитата на котором обратили внимание стоимость наших домов на колесах значительно ниже европейских аналогов при неизменно высоком качестве мало того что это недорогой дом на колесах мало того что это кемпер так еще и это чуть ли не самое новое что прямо сейчас есть в россии во всех смыслах потому что владелец получил этот кемпер буквально неделю назад он выехал из производства он сразу же привез его сюда своим ходом в долгоград а значит никто не расскажет лучше о доме на колесах чем его владелец вот там у нас сидят алексей ником сейчас на них повесить микрофон решка рекламную полу за 55 секунд позовем их сюда они нам все расскажут да сейчас все сделаем вот знаете некоторые много и красиво говорят а некоторые просто берут и по-настоящему круто делают первый в мире зеленый ну не смысле цвета а в смысле экологичный ноутбук что интересного первое в корпусе и клавиатуре переработанный пластик экологично а еще на таком покрытии не видно отпечатков пальцев пятна и мелкие царапины толщина 17 9 миллиметра вес 18 килограмма упаковка кстати тоже экологичный а в комплекте есть вот такая вот штуковина а что удобно можно смотреть кино второе неплохая начинка в топовой конфигурации intel qr i7 11 поколений и терабайт на ssd накопители есть возможность апгрейда крышка легко снимается и можно заменить например оперативку а также у этого ноутбука неплохой экран клавиатура с подсветкой полный набор портов и отличный звук проверим неплохо но теперь самое приятное от нас для вас скидка причем приятная на этот ноутбук который и выглядит неплохо и работает приятно специальная ссылка и купончик уже внизу продолжаем решки вашего внимания лёха привет привет ника и ребята владельцы этого автодома значит первый вопрос где додж рам 96 года нам нужен внедорожник а везде куда мы ездим в горы я скажу так амарок застревает туда куда мы ездим как вы пришли к этому решению к этому формату обсуждали или ты решил или обсуждали у нас был первый вариант это автопалатка мы с ней отъездили где-то 45 месяцев пинхаус потом после палатки мы когда задумывались уже о ее продаже поехали смотреть транспортер так посмотрели пришли к выводу что это не наша и начали искать дальше варианты дальше мы выбрали у вас профи это была ошибка вы его выбрали или мы его заказали новым даже предоплату согласились составить мы поехали к официальному делю но мы сначала хотели взять как он к промтоварных фургона называется и его переделать начали уточнять как это все оформляется в россии это оформить нереально вот потому что необходимо получить так называемый от и т.с. чтобы поставить его переоборудование оформить и поставить на учет этого от и т.с. для уаза профи нету второе у него расход 25 литров на 100 километров у вас как у вас запросе рога один с модулем 11 литров на 100 километров неплохо а был у нас 9 литров то есть увеличилась вот мы с москвы ехали увеличилась на два километра всего лишь он обвалим модулем с модулем увеличилась на два литра так мы тогда тебе сейчас отправим погреться в машину у тебя все-таки день рождения а ты нам расскажи пожалуйста про машину ладно да хорошо дальше сколько стоит где взял доволен или нет была моя мечта мечта 8 лет купил новым в официальном дилере обошелся он мне 2 и 8 миллиона это когда был то 90 3 что ли 16 17 17 году я купил за 2 и 8 сейчас конечно цены сам накопил кредит автокредит до сих пор нет нет выплатил давно давно до досрочно сгасил ну довольно сколько на нему же ездишь сколько проехал я проехал на нем 140 тысяч он у меня был по всей россии абсолютно ездили на нем в грузию с на фонете очень доволен но обслуживаю хорошо каждые 10 тысяч и поэтому не подводил никогда здесь стоит двухлитровый двигатель две турбины коробка автомат 180 лошадиных сил что у нас по кругу покажешь да как прям по порядку ну самое первое что мы сделали это поставили пневмоподвеску а кто я ставил мы поехали за кемпером и там же в москве установили пневмоподвеску сколько стоит пневмоподвеска с установкой на вышел 50 тысяч рублей полтос на все четыре колеса пневмоподвеска пневмоподвеска вспомогательные только на заднюю ось для ресурс стоит по модулю это у нас домкраты ставится тогда показать показать домкраты до домкраты для съем живого модуля это все сразу скажи ребяшка это быстро можно снять правильно и превратить обратно в морок в обычный до 30 минут примерно занимает съемка установка живому и ты сам это можешь сделать конечно а вот здесь ты это можешь сделать ну если прям от снег да то есть даже полевых условиях можно модуль снять и там при необходимости куда-нибудь уехать на все верно здесь находится вся инженерная система углов подключение внешнего электричества розетка на вьем прям пахнет да машину машину покупаешь в авто дилере качеством доволен кстати да очень нам показывали производство провели по всему производству они используют самое легкое дерево и все делают сами а а чё за труба это отопитель это полностью теплый отсек то есть если обогревать этот вот отсек все отсеки здесь которые открываются снаружи они полностью теплые я вам сейчас покажу следующий мы его называем отсек для сноубордов на самом деле он просто рундук большой ваша собака есть есть можно собаку сюда положить нет собаку нашли в семье на будет спать с нами самый любимый рундук он отапливаемый туда помещается два или три сноуборда вот выходит выбаста она греет его и здесь можно чтоб скапливать вода и на будет стекать а ты сам все это затягивал закручивал нет ну на производстве но у нас точно такие же стоят на крепление велосипеда мы также затягивали они очень легко затягиваются и раскручиваются если надо это что это у нас бак от вебасты 5-литровый бак минимум на двое суток от 40 до 50 часов двое суток нон-стоп да нон-стоп кстати минус 25 если минус 40 ну а теперь нравится предусмотрено место для 2 вебасты вообще модуль рассчитан по документам до минус 20 минус 20 да я думаю что до минус 25 будет комфортно ухты там багажник наверху вот давайте отойдем посмотрим а ну тут такая просто рама да да и что там можно прицепить на эту раму 60 килограмм динамики а можно ли сделать платформу на которой сидеть и загорать да мы у конструкторов спросили горит мы хотим закат с чаем встречать до вас проблем по высоте кстати по каким нормам это все проходит потому что ну конструкция высоко это под 21 макдональдс не проходит везде где ездят газели везде пройдем и они же выше газели обычный грузовой газель чуть выше скажи пожалуйста вот это вот вот этот стык он никак не контактирует с крыши нет не контактирует модуль держится за раму то есть эти натяжения они именно в раму идут давай зовем тогда нику и покажите что внутри ребяшки заходим и самый кайф что внутри это гораздо больше чем смотрится снаружи во-первых внимание в полный рост и судя по всему мы поместимся там втроем так а ты давай сюда все равно приходится да немножко искать искать до двоих покупали красота тут можно чай сидеть пить ребенок бегал там и мы четвером сидели здесь так сначала главное это кровать ты не против конечно конечно ну-ка то есть вот так и там отопитель для ног еще 25 сантиметров 30 даже наверно да а сколько всего длина площадь 2 метр девяносто точно раковина секундочку еще не рассказал давай это что убирается вниз и здесь третье место спальное для ребенка да вот если вы видите он переставляется сюда здесь организовываться получит от да и вот эти вот подушки падают сюда и это третье спальное место подожди ты сказал есть душ давайте самое интересное где он у нас здесь поддон специальный занавесочка так которая очень надежно очень надежно клепочка крепится вот сюда также по кругу крепится где раз два три шесть шесть рук и снизу чтобы ничего нигде не текла после этого включаем помпу для воды здесь гора горячая холодная вода бойлер сам стоит и выбаста стоят вот здесь на сколько хватит воды на трех человек примерно на два-три дня полностью мыть у нас есть переносной биотуалет который находится здесь новенький и все идет тоже в комплекте вот прям так на стол да он новый вот это биотуалет всем известный марк везде в домах используют холодильник вижу холодильник да так настоящий с подсветочкой и и морозилочка которая еще сделала так что держит холод случае отключения вспомнить панели подожди а это все включена стоимость да вы хоть за что-нибудь доплатили сверху поверх вот два люка два люка раз два три и четыре окна все до кемперовский с идут со сетками сразу и полностью закрываются также открывается вверх здесь тоже самое полностью закрывается москитная сетка и очень классно мы думаем что мы туда свою голову будем просовывать это точно так же открывается вижу стадион вот еще у тебя что-то есть это рундуки которые выходят в инженерный отсек вот бак с водой здоровый то есть мы думаем что сюда поставим ящички которые как раз таки будут вот да а закрывать и хранить здесь вещи то есть отсюда доступ снаружи положил отсюда взял гречку быстренько до гречечку да а есть у вас плита да есть но она у нас не стационарно комплект нормально а почему не стали ставить кит комфорки полноценно как нам объяснили с проблемой сертификации модуля так из-за этого более сложно сертифицировать может которым стоит газовое оборудование поэтому модули идут и еще такой нюанс что эту комфорку можно взять и на улице что-то приготовить правильно я понимаю что если это встроить вот туда это уже отдельные бумаги документы да а если это просто стоит на вот это вот столешнице то не нужен а по свету кстати вот там у нас есть управляется отдельно правая сторона обдельно левая и в конце доцами ночник стоит клево а и здесь еще есть два юсби и прикручки подожди там какой-то ящик еще сейчас подойдем давайте наверно отсюда кстати вот сразу есть проводка под солнечной панели то есть если мы хотим их поставить кстати то доп опция вот по моему около 40 тысяч стоит установка солнечной панели то есть если есть на необходимость то мы можем подъехать у нас все готово ладно теперь главный вопрос только что мы были волгоградских дворах вот фотография так сказать волгоградские дворы выглядит опасность мой вот это все на скорости на бездорожье насколько уверенно себя ведет вся эта конструкция установленная вам в кузов чувствуется что омарок нагружен до как будто на груз такой массивный стоит но по трассе я ехал точно так же как обычно по городу я вообще практически не замечаю прокатимся чуть-чуть хотим посмотрим как она да конечно интересно немножко прокатимся пока нет ощущения что у нас груз какой-то да но есть я чувствую разницу а как ты чувствуешь что он как корабль задняя подвеска работает теперь медленно как вальяжно и появились небольшие раскачивания вот ты вот на такие дороги стараешься не заезжать или прессу на южном уроке а сколько максимальный вес урок рассчитан на груз сзади ну вся конструкция рассчитана на тонну задний отсек включается кузов до 700 килограмм 800-900 это при полной загрузке амарок о полном баке 5 человек в салоне да и 800 килограмм груза а этот модуль сколько весит 750 полностью нагруженный залитой водой расскажите конечно о себе яйтишник причем как он хакер нет просто эти специалисты до этого работал в организации айти специалистом потом стал руководителем всего южного региона по поддержке после этого я ушел море свою организацию тоже айтилл а ты чего занимаешься я тоже сначала работал в одной организации работали с нашим классическим маркетингом вот потом ушла откуда мы вместе ушли но хорошо идет вообще никакой разницы даже по трассе когда я ехал я спокойно обгонял как обычно ждать чуть дольше набирает скорость но не критично максимальная скорость есть какие-то рекомендации производители кампера сколько рекомендованы 130-140 можно а в поворотик ты пробовал уходить с дрифтом с дрифтом с лишняком не получится постоянный полный привод на обороте но вот резко если уйти в поворот и необходимо отклоняется я пробовал наклоняется есть в любом случае порог какой-то я его пока слава богу не вошел колеса не поднимается корабль который подняли на волке на волге топлены расстреляны и он как весь в дырках и здесь амфитеатр вот красивые места насколько вы готовы уехать или красивые места где никого нет остановиться там переночевать просто в палатке в автопалатке мы вечером поехали на волгу смотреть фильм палатки и ночевали там нет же нас культуры кемпинга такого цивилизованного вот вы ночью станете какие-то гопники бульки у нас есть топор который начинает у нас есть у нас есть собака которая несмотря на свои небольшие размеры при первом же шухере он очень такой басистый голос у него и пока не было таких прецедентов какие у вас планы по путешествиям сейчас планируем выехать по горнолыжным курортам поехать в архы с дамбай брусы на красную поляму все вместе россии тем не в 1 пока россии хотим попробовать кемпер потом у нас есть мечта в норвегию поехать дайте самое интересное сколько денег ну про морок мы поняли сколько стоит enter кемпер стоит миллион четыреста миллион если точно там миллион триста восемь очень недорого кажется для центра 1022 года не жалко было кстати мы наверно еще пока это не поняли мне кажется просто путешествие это такая сфера в которой ты больше всего получаешь эмоции впечатлений узнаешь что-то новое знакомишься с новыми людьми иногда эти знакомства тебя приводят ну в дальнейшем каким-то таким встречам которые влияют на жизнь могут кардинально как-то сказаться это очень круто путешествие это прям одна из сфер таких в которых не жалко делать какие-то вложения потому что это все окупается вот минимально хотя бы эмоциональным таким багажом который с тобой надолго какие-то истории очень интересные места самое главное это эмоции сути не деньги время а эмоции чтобы чувствовать себя живым подать депрессию хорошо сказано приехали красивый вас планетарий ребяшки теперь самое интересное это ценник модуль это почти топовая конфигурация миллион четыреста не дурно правда но есть еще более приятная цифра 500 тысяч снег с крыши свалился прям такой огромный кусок упал а там люди ходят короче 500 тысяч рублей это коробка естественно много чего там не будет но вы сами можете сделать то что вам нужно вдруг там у вас там теща шьет там племянники что-то делают по дереву почему нет 500 тысяч и можно внутри сделать так как понравится если ничего не хотите миллион четыреста пригоняйте свой пикап вам поставят пожалуйста дом на колесах можно повторимся поставить почти на любой автомобиль вот нужно парковаться именно здесь ребятки короче говоря ждем ваши комментарии ссылки на инстаграм и youtube ребят дадим внизу обязательно следите за их путешествия не собирается скоро поехать по россии а потом и за границу людям нравится валить можно с комфортом куда свалить из города если какая война чума чуть начнется чего ну вы как прям настроены серьезно а сколько думаете должно вот такое стоит если европейская сборка наверное на скидку где-то от миллиона полутора миллионов миллион триста ждем ваши комментарии привет из волгограда увидимся пока